здравствуйте дорогие друзья опять мы находимся с вами на сайте алиэкспресс а это значит будет сегодня очередная дегустация шедеврального китайского чая называется этот чай хуошань хуанья китайский высокогорный чай желтый желтый но это не желтый это как бы зеленый чай желтые бутоны его называют значит что пишут на алиэкспресс производится в горной местности на высоте свыше 600 метров так содержит 46 видов ароматических компонентов содержание герани в пять раз выше чем у обычного чая никогда не догадаетесь что с алиэкспрессовского означает слово герани это друзья мои кофеина в нем в пять раз выше чем у обычного зеленого чая значит питье этого чая действительно помогает продлить жизнь и принести пользу здоровью выглядит он очень красиво на картинках значит прогуглил я по поводу этого чая на сайте титера значит нашел полное название его хуошань хуанья желтые почки с горы хуо довольно таки редкий чай то есть мало известный за пределами китая но популярной самой поднебесной значит для производства этого чая собирают почки и два маленьких листочка покрытых пушком затем обрабатывают по древней технологии значит от обычного зеленого чая отличается эта технология каким-то дополнительным этапом медленной ферментации в результате чего получается чай с удивительно сладким и мягким вкусом довольно таки дорогой и дефицитный чай значит содержит много витаминов микроэлементов полифенолов значит особенность чая в том что он содержит больше кофеина чем зеленый чай за счет чего прекрасно бодрит восстанавливает при усталости повышает настроение вот ну если верить сайту алиэкспресс то в пять раз больше содержит кофеина чем в обычном зеленом чае не знаю сравнится ли он спортом в общем интересно как бы по своему воздействию ну и как бы сам по себе чай очень красиво выглядит в общем я сейчас его закажу как придет покажу действительно ли он такой красивый и действительно ли он так бодрит в петра с мощнее чем обычный зеленый чай в общем заказываю ждем итак друзья прибыл посылочка в пути она находилась ровно три недели я сейчас поставлю на перемотку чтобы вас особо не утомлять процессом распаковывания хочу пока что сказать о цене этого чая забыл про это как бы сказать начали значит за 250 грамм я заплатил 1640 рублей или чуть больше 20 долларов если кто смотрит за границей меня так ну давайте его попробуем сразу прям это лучше работать больше работа в мире как вы видите внутри посылки такой бумажный пакет с чаем без каких-либо надписей прогуглил я в интернете про этот чай значит хуашань хуанья то есть желтые почки в горы ху нашел как бы такие другие названия этого чая еще его называют просто хуашань или хуашань из провинции аньхой также называют хуашаньский желтый бутон чай происходит из знаменитого чайного микрорегиона китая это провинция аньхой и даже известно с какой конкретно горы он был собран это 600 метровая горах у то есть чай высокогорный из знаменитого чайного региона очень высокого качества ручной работы в сухом виде испускает прекрасный цветочный аромат видно что чай состоит практически только из одних чайных почек и типсов то есть верхних таких маленьких ароматных листочков в сухом виде напоминает ароматы луговых трав цветов какие-то нотки меда и какао можно здесь уловить искал в интернете обзоры на этот чай нашел всего лишь пару штук во всем рунете и как бы самое прикольное что мои впечатления об этом чае ну как бы мягко сказать не похожими остались на впечатления других обзорщиков значит в одном обзоре прочел что вкус и аромат чая кому-то напоминает аромат каштана в другом обзоре как бы акцент делался на аромат тыквенных семечек ну возможно все это как бы имеется там на каких-то полутонах но в целом все-таки преобладает другая композиция я чуть позже об этом расскажу в одном с чем я на сто процентов соглашусь с обзорщиками и об этом же указано на сайте тетера что температура заваривания чая должна быть в районе 75 85 градусов для всех свежих белых зеленых желтых чаев я на собственном опыте убедился что необходимо дать водички немножко остыть и только тогда можно получить максимум аромата и вкуса вот если вы будете заваривать такие чай кипятком крутым то просто половину если не больше ароматы и вкуса уничтожите но и витамины заодно тоже и так значит первый пролив аромат пряный пахнет цветами цветочным медом во вкусе в аромате преобладают луговые цветы первую очередь такой липовый цвет липовый цветочный аромат аромат липового меда вкусу чая фруктово-цветочный вот причем как бы в аромате преобладает цветочность а во вкусе в первом проливе больше фруктовости по вкусу ближе к что-то свежие груши вот так вот выглядит он на цвет какие-то яблочные нотки можно почувствовать вкус и аромат цветочной пыльцы на послевкусие пряности и кокао чай мягкий очень ароматный сирт такой имеет сильный сладковатый цветочно-фруктовый вкус далее второй пролив заварка как вы видите стала заметно более желтой в аромате все тот же сильный цветочный аромат напоминающий аромат цветущей липы липового меда по вкусу по насыщенности второй пролив самый мощный чувствуется такие же какие-то пряные мотивы вкус аромат цветочной пыльцы отдаленно чем-то напоминает этот чай классический желтый чай вот то есть я так предполагаю что технология изготовления этого чая каким-то образом совпало с изготовлением классического желтого чая но этот чай дешевле если сравнивать его желтым чаем то значительно дешевле но как бы какие-то там нотки есть возможно вот и цвет его значит этим обусловлен что все-таки какие-то технологии от желтого чая здесь использовались тот же грушевый яблочный вкус на фоне липы цветочной пыльцы и цветочно шоколадно-пряное послевкусие ну и третий пролив цвет также определенно желтый менее насыщенный чем во втором проливе аромат цветочный но уже липа не так сильно чувствуется то есть как бы на первый план выходит какие-то луговые цветы цветочная пыльца вот и как бы во вкусе также преобладают цветочные мотивы фруктовость практически исчезает значит что хочу сказать по поводу эффекта чай действительно очень мощный это определенно самый мощный такой бодрящий чай из всех зеленых чаев которые я пробовал вот пока дегустировал чай выпил наверное ну 150 миллилитров по 50 миллилитров с каждого пролива эффект чувствуется такой же как от хорошего дворцового пуэра такое состояние сверх бодрости то есть по воздействию очень похож на такой крепкий такой нефтяной шу-пуэрчик отработанная заварка пахнет ярким цветочным ароматом опять-таки доминирует аромат цветущей липы липового меда и какао значит что хочу сказать в резюме по этому чаю чай вкусный очень интересный очень редкое сочетание цветущей липы какао пряностей цветочной пыльцы ко всему этому в чае присутствуют такие стандартные мотивы для качественных зеленых чаев как то аромат луговых цветов цветы травы цветущего летнего луга цветочный мед значит на первых двух проливах преобладает фруктовый вкус на третьем цветочный ну и возникает у меня определенные какие-то ассоциации со вкусом желтого чая можно там различить нотки ванили орхидеи значит ну как бы на фоне желтого чая выглядит конечно попроще значит очень мощный липовый аромат вкус и аромат цветочной пыльцы чувствуется во всех трех проливах то есть ранее мне такого букета не встречалось чаях ну и как бы эффект у него действительно очень мощный такой бодрящий я бы не рекомендовал употреблять этот чай во второй половине дня также как и такие мощные черные пуэры в целом чай мне очень понравился и вкус и аромат просто вот наивысшая оценка так что категорически рекомендую вам этот чай попробовать получите друзья огромное удовольствие вот как бы такой получился обзорчик ставьте лайки если видео понравилось подписывайтесь на канал будет еще много интересных обзоров все ссылки я оставлю в описании спасибо всем за внимание всем пока